Это праздник в первую очередь для его жителей, а значит им и музыку заказывать, решили ивановские блогеры и организовали свой день города. Идея родилась в принципе среди пользователей интернета. У нас в регионе есть Иванское областное движение пользователей интернета «Благосфера». Идея изначально родилась как альтернатива выступлению на дне города Пьера Нарцисса, а потом это как-то родилось в такой фестивале ивановских групп, хотя пригласили, конечно, и хейтлайнеров. Идея организаторов, как видно, ивановцам пришлась по вкусу. Более тысячи зрителей собрались посмотреть на выступления рок-групп. Еще бы, ведь именно они, ивановцы выбирали, кто будет играть для них в этот день. Лучшие коллективы города, они отбирались путем голосования ВКонтакте и оргкомитетом. Это группа «Минус 30», «Складов не будет», «Сканворды», «Регион 37», «Селлофан Хэтс» и «Герои рабочего класса». А также хейтлайнеры московские, это группа «Энимал Джаз» и Вася Обломов. Всем известные, всем любимые рок-группы, рок-музыканты. Эмблема, слоган и даже само название фестиваля тоже дело рук пользователей интернета. В итоге из 60 предложенных вариантов было выбрано окончательное название. Город «Зе Бест» с примечанием «Более лучший». Ребята в интернете сами выбирали, рисовали макеты и плакатов, выбирали названия, голосовали. То есть демократичным путем голосования в интернете, то есть все было здесь. Хейтлайнерами фестиваля, то есть самыми долгожданными исполнителями стала группа «Энимал Джаз». Питерские рок-музыканты за время существования группы выпустили более 10 альбомов. Выступили на всех крупнейших рок-фестивалях России. И теперь они в Иванове со своим подарком горожанам. Друзья мои, вам всего 141? Я думаю, что среди вас есть те, кто ровесники. Там в задних рядах. Вот это точно ровесник. Я думаю, что ровесник отмена алкогольного закона. Девиз Дня города, предложенный жителям администрации, город спорта, город молодежи. Весь спорт в этот день был на текстильщике. А вот молодежь прочно обосновалась у Тополя. В отличие от звезд Старко, здесь все исполнители выступали вживую. Я живу, что слышу, что слышу, знаю, я приду на текстильщике. А то, как мир неровный, пища, твой же хранит на жря. Осталось сделать шаг. Осталось сделать вдох. И снова счастье, снова жизнь, и снова жизнь, и снова жизнь, и снова жизнь. Как дань памяти тому, что мероприятие зародилось в недрах всемирной паутины, во время всего концерта в интернете шла его прямая трансляция. Аналогов этому фестивалю в нашем городе еще не было. Сам фестиваль мог бы стать показательным примером того, как несколько человек, не имеющих ни денег, ни связей, ничего, кроме идеи и интернета, смогли организовать свой, более лучший день города. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Ивано.